Ставропольские спортсмены одни из лучших в России. Совсем недавно они привезли пять медалей с чемпионата страны по парабонбентону. С победами ставропольскую сборную поздравили в краевом правительстве. В чемпионате среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата ставропольцы участвовали впервые. И первые достижения бадминтонистов оказались внушительными. В их копилке целых пять трофеев. Большая часть медалей принадлежит Ирине Кузьменко. Она завоевала бронзу и два серебра. Для девушки это уже не первый опыт таких соревнований. Однако спортсменка признается. Чемпионат помог понять, к чему стремиться в дальнейшем. После небольшого отпуска в планах бадминтонистки оттачивать мастерство. Я уже как бы чувствую, что к чему мне нужно, что мне нужно работать, какие моменты я еще упускаю в свои тренировки. Я думаю, что тренер тоже для себя сделает какие-то выводы определенные. Представлять Ставрополье для Ирины в новинку. Сама она приехала в краевую столицу из Восточной Сибири. Все ради любимого занятия. Дело в том, что в родном городе спортсменки не было профессионального тренера и спортивной базы. Когда девушка узнала, что в Ставропольском крае активно развивается парабадминтон, она приняла решение переехать. Здесь очень хорошие люди, очень хороший тренер. Все условия для тренировок. Есть коляски, есть площадки. Теперь нужно нам работать и добиваться каких-то более весомых результатов на следующий год. Стоит заметить, что в крае парабадминтон развивается около года. Отделение по этому виду спорта открыли в декабре 2015-го в Центре адаптивной физической культуры и спорта. Здесь для спортсменов созданы все условия. К тому же правительство края всячески поддерживает спортивные инициативы инвалидов. И сегодня на встрече со сборной зампред правительства выразило большое желание помочь спортсменам. Мы для вас просто-напросто помощь определенная в том, что вы делаете, конечно же, но и в тех вопросах, которые у вас могут возникать. Чисто на бытовом уровне, это могут быть вопросы, связанные с вашим лечением, это вопросы могут быть связаны с проблемами членов семьи, там, устройства в детские сады, школы и так далее и тому подобное. То есть мы готовы здесь подключаться по максимуму, потому что ваш надежный тыл дома, ваше спокойствие и дальше высокие результаты. Высокие результаты спортсмены намерены показывать. Все, что для этого нужно, у них есть – желание, стремление и поддержка. Теперь одна из главных задач – подготовка к Паралимпиаде 2020 года. Тамара Годомская, Владимир Кириллов и Кира Бореленко, АТВ Ставрополь.